Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. 1200 саженцев плодовых деревьев раздали семьям участников СВО в Карачева-Черкесии в рамках международной акции «Сад памяти». Это уже третья по счету раздача и носит название «Сад памяти дома». Яблони интенсивного типа по 100 саженцев отправили во все районы и городские округа республики для семей участников СВО, часть из которых будут высажены дома, другая пойдет на благоустройство аллеи в честь наших земляков-военнослужащих, которые героически сражаются в зоне СВО с честью отстаивая интересы нашей страны. Сегодня в Карачаевске будет высажен сад на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». В Черкесске состоялась презентация нового труда ученого-филолога Фатиматы Иркеновой «Орнитонемия» в карачаево-балкарском языке лексико-семантический аспект. Мадина Каракетова подробнее. Она посвятила жизнь науке. Более 40 лет Фатиматы Иркенова, ученый-филолог, занимается научной деятельностью. Итогом этой работы стали множество монографий, научные статьи и публикации, которые в основной своей массе посвящены карачаево-балкарскому языку. На выставке, приуроченной к презентации, можно ознакомиться с основными из этих работ, а также с другой ветвью ее деятельности – писательской. Труд, который презентовали сегодня, посвящен птицам и называется «Орнитонемия» в карачаево-балкарском языке. Их около 500, но я не только на карачаево-балкарском, русском, английском языках, чтобы дети могли, какой хотят язык, и там фотографии цветные. И туда же собраны русские пословицы, поговорки, фразологизмы, касающиеся этой темы, перевела русские на карачаевские, а карачаевские на русские. Там фразологизмы, там пословицы, там сравнения. Потом, там есть в начале научного исследования, годами, десятилетиями научного исследования, которые я провела, сравнила свой карачаево-балкарский язык с 40 тюркскими языками на русском языке. Эта академическая работа прошла рецензирование в Москве. Презентация нового научного труда Фатима Теркеновой проходила при полном аншлаге. Пришедшие поздравить известного ученого-филолога с успешным завершением еще одного большого исследовательского труда, говорили о значимости этой работы, бесценности для сохранения и развития карачаево-балкарского языка. Фатима Пахаратина является почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. Она заслужена в действии в науке карачаево-балкарского языка. Уже естественно, они говорят о том, что у нее есть значительные заслуги в развитии исказнания. Фатима Теркенова создала 8 монографий, 4 из которых изданы, 4 еще в процессе редактирования и утверждения. Орнитонемия в карачаево-балкарском языке является своего рода продолжением предыдущей ее монографии «Заанемии» в карачаево-балкарском языке, которая, кстати сказать, переводится на турецкий язык. Выступающие отметили, что исследования Фатима Теркеновой в области филологии активно стимулировали рост отечественной лингвистики, подняли авторитеты региональных тюркологических исследований. Она внесла существенный вклад в научную популяризацию карачаево-балкарской лексикологии. Фатима Теркенова имеет заслуженное звание, награждена множество раз. Этому также была посвящена одна из выставок, приуроченных к презентации книги. Фатима Бахаратановна провела очень серьезное исследование, которое, я думаю, будет отценивано под заслугом. И в дальнейшем это будет основное, плательное, прикладное значение приведет ваша работа. Как рассказала сама автор презентуемого труда, все ее работы направлены на восстановление, развитие и сохранение ротного карачаево-балкарского языка, который находится на грани исчезновения. И признается, что сегодня, видя гостей, презентации, она испытывает неописуемые чувства. Мадина Каракетова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» начались сборы. Школьников будут учить основам тактической, огневой и строевой подготовки, умению оказывать первую медицинскую помощь и многому другому. На первых занятиях был и Артур Мхце. Для большинства ребят, которые в этот апрельский день вступили на плац республиканского военкомата, предстоящие занятия пока в новинку. И если о строевой и физической подготовке они наверняка хорошо осведомлены, то навыки огневой и военно-медицинской вряд ли изучали на практике. Впрочем, благодаря специалистам военно-патриотического центра «Авангард» этот пробел за время пятидневных сборов будет устранен. Эти сборы плановые. Мы планируем провести еще три потока в этом до 31 мая. И с 1 сентября по 31 мая 2025 года планируется пройти обучение 720 человек. Чему будут обучаться? Основам общевой военной подготовки. Это 9 часов, например, огневой подготовки, строевая подготовка, тактическая подготовка, военно-медицинская подготовка. Уставы и РХБЗ защита. Меня зовут Орешков Михаил. Обучаюсь в «Авангарде». Занимаюсь там, занимаюсь стрельбой с пневматической винтовки. Имею третий взрослый разряд. Обучать ребят будут специалисты центра, которые имеют большой практический опыт. Об этом учащимся рассказали во время торжественного открытия сборов. По поручению главы республики «Авангард» был открыт досрочно на территории Карачаева-Черкесии в декабре. 2022 года. Прошлый год для «Авангарда» это были массовые, интересные мероприятия гражданской патриотической направленности в количестве более 30 единиц. В этом году вы уже второй поток пятидневных сборов. Вряд ли за одни сборы молодые люди полностью усвоят азы армейской подготовки. Впрочем, куда важнее, что на основе практических занятий они о многом получат четкое представление и в дальнейшем смогут совершенствовать свои навыки. Как это уже делают некоторые и их сверстники. Артур Мхцер, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. В своем творчестве Муса Мижев пробует разные виды изобразительного и прикладного искусства, предпочтение отдает живописи. В «Озживуте» открылась первая персональная выставка молодого художника и преподавателя. На экспозиции побывала Алла Качиева. Через эмоции и энергию молодой художник Мусамижев передает зрителю свои мысли, чувства, настроения, психологическое состояние и идеи. Его работа – это целое художественное произведение. В последнее время может вдохновить абсолютно все. Раньше не очень так нравилось писать пейзажи. Сейчас почему-то делаю опору на пейзажи. Больше всего нравилось, конечно же, такие, можно сказать, вымышленные персонажи, фантастические персонажи. Портреты животных очень любил писать. Наверное, по выставке понятно, что все еще. Рисовать Муса любил с раннего детства. Уже в начальных классах начал ходить в Озжигутинскую детскую художественную школу. Затем окончил КЧГУ имени Умара Алиева. В прошлом году молодой художник решил вернуться в родной Альма-Матер, где начиналось его профессиональное творчество. В настоящее время Муса Мижев преподает в детской художественной школе Озжигуты. И на открытии персональной выставки собрались представители районной администрации, родные, близкие, ценители творчества, его ученики и учителя. Теперь уже коллеги. Муса Мижева я знаю еще со школы, когда он ходил к нам в художественную школу. Я преподавала ему. Он был нашим учеником. И он вернулся к нам в школу работать. Мы его пригласили. Прекрасный преподаватель. Дети его обожают. Они его даже встречают на пороге. Каждый урок, когда он приходит. Ну, работы прекрасные. В своем творчестве Муса Мижев пробует разные виды изобразительного и прикладного искусства. Предпочтение отдает масляной живописи. Именно эмоции и энергии, которые удается передать автору, работает на художественный образ. Придает картине смысл. Отмечают собравшиеся. Эта работа мне нравится, потому что она очень яркая. И я сама тоже яркими красками рисую. И вот поэтому мне эта картина нравится. А вторая мне нравится, потому что я увлекаюсь животноводством. И мне нравятся именно лошади из животных. И я еще катаюсь на лошадях. Очень часто катаюсь. И вот мне именно вот этого цвета нравятся лошади. Талант Мусы Мижева оценен по достоинству. В этом году он принят в Творческий союз художников России. Молодой художник планирует все свои знания и навыки передать молодому поколению. И востребован сегодня здесь, в детской художественной школе Узжигуты, которую посещают около 500 одаренных детей, выпускники которой достигли самых больших высот в творческой деятельности. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия, Узжигута. Вести побывали на светском рауте в Хабезе, где прошел настоящий бал в лучших традициях придворного этикета и с акцентом на золотой век. Утонченную красоту вечера оценила Фатима Даурова. Диана Даурова сейчас испытывает трепет юной девушки, которая сменяется предвкушением чего-то красивого, радостного, а потом и вовсе ликованием. Для нее этот бал стал выходом в свет в качестве дебютантки. И к нему она подошла со вкусом. Платье я тоже начала искать сразу же, когда нам сообщили про этот бал. Хотела себе светлое платье, нежное платье. И выбор стоял между небесно-голубым и таким розовым оттенком. И я выбрала такой оттенок, потому что он мне больше понравился. И вот церемонимейстеры объявляют о начале торжества и по очереди оглашают имена гостей. Кавалеры первым делом сопровождают прекрасных дам, своих наставниц-учителей, а прелестные молодые девушки составляют им компанию. В утонченном реверансе они приветствуют зрителей. Бал в лучших традициях аристократических салонов начался с полонеза. Торжество представили в виде интерпретации эпизода из произведений «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, а точнее первого бала Наташи Ростовой. Подготовка к балу началась за несколько недель. Девушки и их партнеры обучались и совершенствовали танцевальное мастерство и свои манеры. Очень тщательно подбирали наряд. В женских уборах приветствуется лаконичность, простота выражается и в украшениях, подобранных со вкусом. В виде вычурность всегда считалась дурным тоном. Такие наглядные уроки в историю будоражат умы детей в хорошем смысле и настраивают их к познанию истории своей страны, считают организаторы торжества. Я думаю, что сегодняшнее событие дало возможность ощутить это необыкновенное чувство причастности к такому большому историческому событию. Мы знаем о том, что наши девочки в детстве все мечтают побывать на балу, и сегодня у них была такая уникальная возможность благодаря нашему проекту. И как же точно сказал гениальный Александр Сергеевич Пушкин о балах. Музыке грохот, свеч блистания, мелькание, вихрь быстрых пар, красавец легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувства поражают вдруг. Фатима Даурова, Муминат Иширова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сделаем республику чище и еще краше. Сегодня во всех населенных пунктах Карачаева-Черкесии пройдет масштабный субботник. Глава республики Рашид Семрезов призвал жителей присоединиться к акции. В преддверии Дня Победы особое внимание будет уделено уборке памятников, мемориалов и братских могил. Кроме того, будут преображены общественные территории, территории домов, а также дороги и, конечно, популярные места для отдыха жителей и гостей республики. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и до встречи.